Заливака и Анна Богдан рассказали о семейном бюджете. Мужчины должны заботиться о девушках. Холостяк-11 Михаил Заливака и его избранница Анна Богдан буквально сразу после финала проекта решили жить вместе. Пара тщательно скрывалась и пряталась от посторонних в течение трех месяцев, но даже умудрилась вместе слетать на отдых в Турцию. Теперь Михаил и Анна открыто рассказывают о своей новой жизни вместе и отвечают на вопросы поклонников и журналистов. В программе Слава Плюс на YouTube, канале LuxFM, влюбленные уточнили, как делят семейный бюджет и решают бытовые вопросы. Так, арендованную квартиру оплачивает Заливака. Его избранница считает, что финансы мужчины – это общий бюджет семьи, а те, что зарабатывает женщина, ее личные средства на собственные нужды. Михаил согласен с мнением любимой. Он добавил, что считает такое распределение обязанностей правильным и справедливым. Мужчины должны заботиться о девушках. А когда девушка сама за себя платит, это не по-мужски, потому что это часть заботы. Даже если это какие-то мелочи, это приятно, отметил Заливака. А вот назвать конкретную сумму, которая нужна паре для счастья, влюбленные не смогли. Странно жалеть деньги на то, что тебе нравится и что нужно. Да, у каждого разный доход. Но, прилагая усилия, можно хорошо зарабатывать и не отказывать себе в том, что хочется. Сейчас в нашей паре нет, и в ближайшее время точно не будет, в ситуации, когда я не смогу что-то купить себе или Ане, заявил Михаил. Холостяк рассекретил сумму, которую они с Анной в среднем тратят в месяц на свои нужды около 3000 долларов. Михаил и Анна рассказали об общем бюджете. Кстати, Михаил Заливака признался, почему Богдан считали манипулятором и пояснил ее поведение на проекте.